здравствуйте 1 ноября 2016 года канал арт приготовка программа периферийное зрение меня сергей оконев зовут всех рад приветствовать первую очередь конечно классический вопрос хорошо ли нас слышно и видно напишите пожалуйста в чате вот вижу что люди уже подключились давайте убедимся что все меня хорошо видеть и слышат что у нас нету многоголосие которое было вчера и мы начнем как говорил один юрий поехали да здравствуйте всем лохматый немножко прекрасно все работает замечательно всех рад приветствовать ну что насилия 2 выпуск новой передачи почитал комментарии ваши к вчерашнему ролику в первую очередь хочу всех поблагодарить за поддержку спрашивают люди почему я вчера в про их плохих новостях сказал что поставил себе дизлайк но немножко не немножко сильно нервничал на самом деле не знаю почему я удивлен я вроде не первый раз но как-то немножко выбил меня из колеи и такой какой-то был скованный и сдержанный люди пишут побольше эмоций побольше какого-то живого общения я думаю сегодня у нас будет более эмоциональный эфир с большим количеством живого общения на это надеюсь как я и обещал читаю ваши комментарии не только в на чате читаю и в записи то есть вы можете оставить комментарии уже когда прямой эфир прошел в комментариях комментарии в комментариях вот такая тавтология вот в частности сегодня покажу несколько комментариев которые на которые хотелось бы ответить сергей мое почтение меня вопрос на который мало кто обращает внимание но вот говорят должники окей мы с вами должники когда больше чем половина людей просто грубо и нагло обмануты обсуждать эту проблему надо по-новому тем более что в наши с вами в нашей с вами программе будет пункт о честности с уважением валерий валерий вы абсолютно правы если мы говорим о жилищно коммунальной сфере конечно это вопрос на который наверно ни у кого нет ответа почему мы с вами живем в россии являясь гражданами россии и в общем-то природные богатства являются нашими с вами но при этом их используют какие-то ротенберги сечены миллеры качают наш наш с вами газ нашу с вами нефть вырабатывают электричество из там я не знаю наших с вами рек грубо говоря и мы должны за это платить какие-то баснословные деньги а если мы их не платим то происходит вот я сегодня буду рассказывать в очередной раз что происходит совершенно с вами прав согласен если вы говорите именно об этом то я с вами согласен вот просит рассказать про себя биографию смотрю ли я телевизор вы знаете я про себя как-то скептически относился к тому чтобы рассказывать какие-то биографии о себе не потому что я что-то скрываю а потому что я думал что это никому не интересно но вот сейчас как-то своя передача и люди если спрашивают и спрашивает уже не первый раз давайте расскажу зовут меня сергей как вы уже знаете фамилия моя окунев работал журналистом долгое время нескольких ну не может быть не очень долгое время несколько лет в нескольких саратовских и не только саратовских информационных агентствах там даже был генеральным директором одного из них в течение целого месяца но это формате шутки а то скажут что этот хвастаюсь писал о региональных новостях о социальных проблемах что касается общественно-политической деятельности в 2013 году в сентябре в октябре недавно кстати был у нас день рождения в октябре у нас создался общественное движение новое поколение саратовское не путать пожалуйста с церковью новое поколение мы никакого отношения к ним не имеем я в общем-то был и являюсь одним из лидеров этого движения занимаемся помощью в общем-то социально незащищенным слоем населения проводим всевозможные политические и общественные мероприятия когда считаем нужным вот когда люди пишут там в том числе в комментариях писали а вот что сергей сделал кроме того что он сидит перед камерой там и что-то бубнит за в общем-то за за экраном там с вячеславом мальцем но мне есть о чем рассказать и наше общественное движение она действительно делала дела то есть мы не только говорили но и делали у нас был мы участвовали в проекте вы не одни мы помогали пенсионерам помогали инвалидам помогали реально руками то есть приходили чинили их дома чинили крыши вот я конкретно там с нашими соратниками один с нашими соратниками сергеем с евгением который смотрит нашу трансляцию чинили крышу пенсионерки совершенно бесплатно в рамках проекта вы не одни но и так далее то есть у нас было много подобных проектов инвалиды мы меняли помогали делать ремонт совершенно бесплатно то есть вкладывали в это свои деньги проводим общественно-политические мероприятия то есть не только помощью социально защищенным слоям населения занимаемся в общем то если кому-то интересно есть моя страница вконтакте там я ничего не удаляю можно долистать там я не знаю до 12 года и посмотреть что в общем то чем мы занимались вот пишет про шерманова скажите пожалуйста про шермана сейчас отдельно скажем последний вопрос из комментариев пишет небезызвестный виктор хутарской из канала револьвер приветствую виктора лучше бы интерактив с подключениями из разных мест или ролики короткие присылали серега вставит мне нравится лозунг серега вставит присылайте серега вставит нет на самом деле это хорошо у нас по средам нет по четвергам пардон по четвергам такой спойлер сейчас мы будем вообще как-то интерактива больше подключать по четвергам у нас будут в рамках моей программы вот этой борт дебаты дебаты с людьми которые может быть не всегда попадают в арт-подготовку или никогда может быть ранее не попадали в подготовку но им есть что сказать в частности это может быть и вы то есть наши зрители если у вас есть какая-то информация интересная если вам есть о чем поговорить но хотелось бы не только поговорить я понимаю что всем нам хочется пообщаться и все мы будем говорить практически об одном и том же если у вас какая-то уникальная информация есть если вы какой-то общественно-политический активист в своем регионе, и у вас есть о чем рассказать, пожалуйста, пишите мне. Обязательно приглашу вас в эфир. Либо в прямом эфире, либо... Да, смотри в камеру. Ну, хорошо. Либо в прямом эфире, либо в записи. Мы с вами обязательно пообщаемся. И вот такой спойлер. На этой неделе не знаю. В четверг вряд ли. Там у нас подготовка к русскому маршу. А вот на следующей неделе, возможно, у меня в программе будет человек, которого вы очень давно ждали. И почему-то меня всегда обвиняют, что я его не пускаю на этот канал. Никогда в жизни такого не было. Кто-то догадался, о ком идет речь, кто-то не догадался. В следующей четверг я надеюсь, что у нас этот эфир получится. Он будет очень интересным. Поэтому не пропускайте передачи. В общем-то, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, кстати, по этому поводу сейчас мы тоже включим. Да, вчера написали, что она пол лица зазакрывала. Ну, вот я исправился. Да, ну и к новостям переходим. Сегодня 1 ноября первый месяц, первый день, прошу последнего, прощения, первый день последнего месяца осени. Уже следующий месяц у нас будет зима. И сегодня день народных будителей в Болгарии. Вот в связи с этим нам написали тоже в качестве общения со зрителями нам написали письмо. Для начала хочу выразить тебе респект за вчерашний эфир. Большое спасибо. И предложить маленькую помощь в предоставлении новостей из Краснодара, из Краснодарского края. Вот за это отдельное спасибо. С вами обязательно спишемся. Позволь мне маленькую просьбу. 1 ноября день народных будителей в Европе. Для нас, жителей России, эти будители являетесь вы, вся ваша команда арт-подготовки и, конечно, Вячеслав Вячеславович. Просьба простая. Поздравь от меня и моей супруги Екатерины, всех будителей народа с этим днем, всей команде плохих новостей. Привет! Всех людей, занимающихся общественно-политической деятельностью, блогингом, всех журналистов, коллег, так или иначе. Поздравляю с днем будителей народа. Это действительно такой очень знаковый для нас день. Неизвестный для многих, но тем не менее знаковый. Товарищ, сейчас я тебя забаню. Подожди. Не спеши. Все по очереди. Забанил. Да, поэтому всех поздравляю. Спасибо за письма. Присылайте, будем отвечать. Но вот сегодня, помимо Дня народных будителей в Болгарии, еще и День судебного пристава в России. Так что кто-то, в общем-то, народ будет, а кто-то народ обкрадывает. Поэтому большой привет с Нидерландов. Привет Нидерландам. Я у вас был, кстати, в Нидерландах. У вас там хорошо, наверное, не знаю. Но было неплохо. 438 лет назад родился Дмитрий Пожарский. Русский военный и политический деятель, национальный герой России. Но я думаю, никого не нужно, в общем-то, никому объяснять, кто живет в России. Кто такой Дмитрий Пожарский? 438 лет назад он родился. Очень знаковая фигура и для русского народа, и для русских националистов, естественно. Мы знаем движение Минина и Пожарского, да, народно-освободительное движение, народное ополчение Минина и Пожарского. Это не путать с нодом, пожалуйста. Это нод украл. Движение Квачкова. Их сейчас запретили, насколько я понимаю. Поэтому, конечно, у нас и народное движение в целом, и национальные герои России, они сейчас в угнетении находятся. Но я думаю, что это все очень скоро исправится. 156 лет назад умерла Александра Романова, русская императрица, супруга Николая Первого. И также 122 года назад умер Александр Третий Романов, российский император. Ну, про царей, наверное, что не могу ничего рассказать. Есть более компетентные источники. Вот, может, Вячеслав читал, что сегодня что-то скажет человек. Ходячая энциклопедия своим мнением поделится. 120 лет... 128, прошу прощения, лет назад умер Николай Пржевальский, русский путешественник-натуралист. Тоже очень знаковая фигура и до сих пор, в общем-то, известный человек в России. А вот 1 ноября 1899 года, то бишь 117 лет назад, на воду спущен крейсер «Варяг». И вот очень интересный факт. Немногие знают, что он был построен в судостроительной верфи в США, в Филадельфии. И там же был спущен на воду. В общем-то, по заказу Российской империи был самым быстроходным крейсером российского флота, был оснащен мощным пушечным торпедным вооружением, ну и так далее. И паровыми котлами новой модификации. Вот написали, что, наверное, до сих пор с этими же паровыми котлами новой модификации 1899 года у нас Кузя ходит, да, по... В общем-то, сейчас там возле Сирии плавает. Ну, наверное, так и есть. Но забавная ситуация в том, что вот когда-то, видите, США, у нас там были нормальные отношения, строили корабли друг к другу. И, в общем-то, никто ни за что не парился. Сейчас это достаточно странно. Звучит сложно представить. 1 ноября 1990 года, тоже я задам вопрос Вячеславовичу в 21.00. 26 лет назад в СССР введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. То есть, в общем-то, доллар перестал стоить 63 копейки. Был введен коммерческий курс 1.8, по-моему, да, там он был за доллар. Но благодаря указу Горбачева все, в общем-то, об этом знают. Тоже на этом останавливаться не буду. Я не был живым свидетелем этой ситуации, поэтому я думаю, что поговорим об этом еще чуть позже. Камикадзе эфир не смотрел. Не, в смысле, не потому, что принципиально, просто у нас был эфир, я готовился. Сергей, поздоровайся со мной, пожалуйста. Роман Романович, привет. Так, ну и передаем большой привет, кстати, о приветах, да, большой привет Раилю Абдулину из Казани. Он активно подключился к формированию новостей для нашей с вами передачи, в том числе несколько новостей сегодня будут от него. Большое ему спасибо. Надеюсь, что в следующий раз передам привет еще кому-то из тех, кто, в общем-то, будет подключаться к формированию новостей нашей программы. И вот 30 октября у памятника жертв политических репрессий в Чебоксарах наша соратница Елена Блинова тоже она нам прислала сегодня и новости, и фотографии. Сейчас я вам покажу, попытаюсь показать фотографию. Вот она так выглядит. Спасибо за новости, спасибо за, в общем-то, в одиночку вы провели эту акцию, да, то есть для кого-то это может быть покажется несущественным, но вот когда люди даже так по одному в своих городах собираются и вспоминают ушедших людей, это очень-очень правильно, очень серьезный эмоциональный, в первую очередь, посыл. Да, в Питере новость, которая сегодня обошла все информационные ленты, Украина слушает Украине. Привет отдельный, большой про Украину там скажу, может быть, в конце. В Питере отметили 1 ноября депрессивной демонстрации под лозунгом «Война безработица ноябрь». Ее провела группа активистов Родина. Но вот я вам сейчас покажу. Родина, я так понимаю, не надо путать с партией Родины и с этим «Не орим мне в ухо». Сейчас я вам покажу. Так, сейчас я это отключу тогда. Раз. Фотографии. Но их многие, наверное, уже видели. С такими вот плакатами там прошли демонстрации, но это, наверное, больше монстрации, можно назвать сейчас. Это так называется. Много здесь фотографий. Я специально их все выложил, чтобы потом и не сказали, что это какие-то выборочные и на самом деле все было иначе. Вот все выкладываю, которые нашел, но так или иначе. Это хороший лозунг. В кавычках, конечно. Да, ну что хочется сказать. Большинство вот этих людей достаточно молодые. Ну вот я там только так, наверное, одного, да, мужчину на последней фотографии увидел возрастного. Что хочется сказать. Молодые люди потеряли надежду. И это, в принципе, неудивительно. В глобальном смысле потеряли надежду. И вот эти акции такие, крики отчаяния, да, скажем так, они неудивительны. Но мы вам даем надежду, господа. Пятая, одиннадцатая, семнадцатая, вне зависимости от вашего возраста и даже, наверное, вне зависимости от политических каких-то мыслей. Вот это очень интересно в том плане, что наше общество, оно очень разное. То есть вот кто-то выходит на улицу и видит вот эту безысходность, да, ноябрьскую безысходность, питерскую безысходность. А я ухожу на улицу и я вижу, в общем-то, то, что все это наконец-то рушится, все это идет, в общем-то, к неизбежному концу. И путинщина вся эта идет к неизбежному концу. И меня это очень сильно вдохновляет, я вам честно скажу. Да, есть вещи, которые пугают. Да, и Вячеслав Ильич Лаврович об этом говорит, что мы можем не успеть. И в глобальном смысле не успеть. И мы, я имею в виду, человечество. И это не шутки, но... Но все равно есть надежда. Надежда, она очень большая. Я вот из тех людей, которые, наверное, практически обречены пережить Путина, поэтому я на это очень надеюсь. А вот ирландский лесник на протяжении нескольких лет тайно высаживал деревья, располагая их в форме кельтского креста. Ну вот тоже я вам покажу. Очень интересная такая... Я причем посмотрел видео, я сначала подумал, что это какой-то фотошоп, причем достаточно дешевый. А нет, оказалось, что есть видео. Сейчас где оно у нас. Видео я вам не покажу, покажу скриншот. Вот так вот выглядит теперь один из лесов. Ну, это действительно колоссальная работа, то есть я так, честно говоря, не могу представить, сколько лесник потратил, наверное, всю свою жизнь на высаживание этих деревьев, чтобы они все взошли ровно. И, в общем-то, это действительно здорово. Но вот есть у нас аналогия, да, как называется, пародия, да, вот это, наверное, пародия вот на такую прекрасную вещь. Многие ее, может быть, находили на гугл-картах. Это надпись в Тамбовской, по-моему, я могу, кстати, ошибаться. По-моему, в Тамбовской области такая вот есть надпись «Ленину 100 лет». Ну, кстати, тоже достаточно качественно сделано, так уж, объективно говоря, высажено где-то в поле. Интересно было бы, кстати, оттуда провести эфир. Я, может быть, Ленина не люблю, но это серьезная такая экспозиция. Лесной художник, да, художник-акционист, наверное. Да, вот ученые доказали, что общение в соцсетях продлевает жизнь. Так что мы с вами продлеваем жизнь прямо сейчас. Присылайте нам свои новости, давайте общаться в чатах, я не знаю, в комментариях, в эфире и будем продлевать жизнь. И не будем с вами проводить демонстрации в Петербурге с лозунгами «Надежда только на смерть». Все будет хорошо. Передай привет поселку Ильинка из Бурятии, а именно Осиповой Татьяне. Татьяна из Бурятии, из поселка Ильинка. Большой вам привет. До Бурятии вот мы в этом году не доехали. Я думаю, что еще появимся у вас. Скажи Путин хуйло. Путин хуйло. Это в смысле проверка на вшивость какая-то, вы думали, что я не скажу. Министр спорта рассказал, это о Саратове речь, министр спорта рассказал о неполучающем зарплату хоккеистам «Кристалла», о сложной финансовой ситуации в регионе. Вот спрашивают, чем занималось мое общественное движение. В 2014 году мы проводили митинг здесь, вот в самом центре города, против закрытия хоккейного клуба «Кристалл», Саратовского хоккейного клуба. Надо сказать, что хоккейный клуб-то был неплохой и с очень большой многолетней историей. И выступал он в высшей хоккейной лиге, это второй. То есть называется высшая, но выше нее есть континентальная хоккейная лига. То есть это во второй по престижности лиги в России и очень серьезные показатели. То есть это не какая-то любительская команда, это была достаточно серьезная хоккейная команда. После чего, в общем-то, у нас брыленок была такая, министр спорта, мною крайне неуважаемая, совершенно неуважаемая, которая вот начала уничтожение, в общем-то, хоккейного клуба «Кристалла». Его очень успешно уничтожили, несмотря на протесты болельщиков. И тоже вот тогда я, наверное, поругаюсь, поворчу немножко. Мы вышли, вышли в поддержку «Кристалла», совершенно честно, за свои деньги провели этот митинг. Никто нам не заплатил ни копейки. Однако вот на «Кристалл», на матчи собиралось, я помню, там по несколько тысяч человек. Да, ну, там, не знаю, пару тысяч было. И я думаю, что было даже больше. Надо посмотреть, какая вместительность хоккейного стадиона. Вот. И на митинг пришло там 200, наверное, 250 человек. То есть, опять же, говорит о том, что неорганизованность людей. Кто-то не пошел там под имперские флаги, кто-то там кому-то не нравится Сережа, кому-то не нравятся мои уши, кому-то, я не знаю, не нравятся мои глаза. А в итоге хоккейный клуб был закрыт. Но вот в этом году, в 15-м, пардон, в 15-м, сезон целый мы пропустили, не участвовали в высшей хоккейной лиге. В 15-м году его возродили. Там Радаев приезжал, Гегей, там поднимем саратский хоккей. Возродили его таким образом. Очень скудное было финансирование. И перед сезоном хоккеистов набирали на Авито. Это не шутка. То есть, требование было умение кататься на коньках. И там какие-то, желательно, выступления в каких-то хоккейных командах. Ну и зарплаты были соответственные. Ну и результаты соответственные. То есть, хоккейный клуб просуществовал какое-то время. И вот сейчас снова пошел разговор о том, что его, возможно, закроют. Точно такая же ситуация. Ну, практически, за исключением. С футбольным клубом «Сокол». Тоже мы в ФНЛ выступаем. Футбольно-национальная лига. Это вторая лига по престижу после РФПЛ в России. То есть, тоже не самые плохие результаты. И опять же, благодаря нашему прекрасному губернатору, который там поднимает наш спорт с колен, мы снова, в общем-то, на грани того, чтобы закрыться. Болельщики, я так понимаю, опять же, там планируют какие-то акции протеста. Мы поддержим, если будет нужно. Но вот у меня есть большие сомнения, что снова мы сможем объединиться ради общей цели. Хотя всех, конечно, к этому... Всех призываю. Сергей, сдвинь эфир еще на пару часов назад. У нас во Владике уже ночь. Владивосток, большой привет. Спрашиваю, вчера был ли я в Владивостоке. Был. Но такой, очень проездом. Очень проездом. Но я думаю, вот люди, наоборот, пишут, чтобы вперед передвинуть эфир, а Владивосток без обид. Я думаю, вы всегда уже привыкли, что вы как-то так далеко, далеко от всех. По времени пока я не думаю, что мы будем что-то менять. В России число граждан, согласно на зарплату в конверте, увеличилось на 6%. Но вот у меня есть большие сомнения. Если кому-то интересно, опять возвращаясь к моей биографии, я ни разу в жизни не получал официальную зарплату. А, вру-вру-вру-вру, один раз получал официальную зарплату. Она составляла мрот. Или я даже, кстати, не помню. Сейчас надо покопаться. По-моему, даже и ни разу не получал официальную зарплату. То есть всегда я ее получал в конверте. Никогда не имел к этому никаких претензий. Но потому что смешно. Вот эти рекламные ролики с очевидной ложью, которые показывают по телевидению. Меня всегда вот это удивляло. То есть есть завуалированная ложь, да? А есть очевидная ложь. Вот рекламные ролики по телевидению, где рассказывают нам там про преимущество пенсионного фонда и как нужно обязательно получать белую зарплату, потому что у вас будет огромная пенсия. Однако не говорят о том, что у нас уже там третий или какой-то четвертый год заморозили накопительную часть пенсии. И будут ее продолжать замораживать. Я думаю, в скором времени и выплачивать ничего не будут. Поэтому идите в жопу, пенсионный фонд. Идите в жопу. Я не буду вам платить. Вы можете не платить мне пенсию, потому что пенсию мне будет платить другая страна, другое государство. Я буду получать свою серую зарплату и жить прекрасно. И пускай там на полторы тысячи рублей. Еще я должен вам какие-то налоги платить. Вот про налоги я сейчас тоже скажу. Идите в жопу, пенсионный фонд. Матвиенко. Не понравился затрепанный Южно-Сахалинск. Ну вот нас смотрят люди из Владивостока. Интересно, смотрят ли из Южно-Сахалинска. Но я думаю, что Южно-Сахалинским жителям не понравилась затрепанная Матвиенко. Она приехала туда с проверкой, как она сказала. С проверкой, что она собирается проверять Матвиенко в Южно-Сахалинске. Ей не понравилось состояние дорог и обшарпанные фасады. Матвиенко, ну приезжай в Саратов, приезжай в Омск, приезжай в любой город России, наверное, за исключением Москвы, Питера и Казани, и Сочи. В любой город России приезжай. И она тут, как вам не стыдно, затрепанный, неухоженный, неблагополучный город довести до такого состояния Южно-Сахалинска с такими дорогами, с такими зашарпанными фасадами. Почему средства бюджета не выделяются на решение приоритетных задач? Мы тебя хотим спросить, Валя. Почему нет средств бюджета? Кто их должен выделять-то? Жители Южно-Сахалинска должны выделять себе средства бюджета? Вот к вопросу о фасадах. Вот Валя Матвиенко, я тебе рассказываю. Жители ветких домов рекомендовали не освобождать от взносов на капитальный ремонт. То есть, если вы живете в ветхом доме, который там либо развалится, либо в лучшем случае его когда-то переселят, там в лучшем случае куда-то во времянке такие же, да, то вы все равно должны платить за капремонт. Меня спрашивают, есть ли официальный способ. Очень много, значит, каких-то лжесообщений в интернете о том, что существуют какие-то законы, о том, что можно не платить за капремонт. Я работал в сфере ЖКХ. Я скажу непопулярную вещь. Нету. Нету официальных каких-то способов обходить капремонт. Вы можете мне приводить примеры там из Конституции, из Жилищного кодекса, из Гражданского кодекса. Я с вами во всем соглашусь, но это не освобождает, к сожалению, вас от уплаты за капремонт. Если вы спросите меня, плачу ли я за капремонт, нет. Так же, как не плачу никакие другие налоги, но, наверное, кроме вот там налогов, которые я не могу избежать, покупая какую-нибудь там, я не знаю, булку хлеба, я тоже плачу налоги. Про налоги я сегодня еще обязательно скажу. Вот жители Набережных Челнов, кстати, это информация от наших соратников. Жители Набережных Челнов должны уплатить более 760 миллионов рублей имущественных налогов. Тоже вот интересно, откуда, во-первых, они эти деньги возьмут, жители Набережных Челнов, а во-вторых, куда эти деньги пойдут, имущественные налоги. Сейчас я прочитаю. Сообщает пресс-служба Мэрии Города. Идите в жопу, пресс-служба Мэрии Города Набережных Челнов. Я сегодня что-то всех посылаю, извините. Мне вчера пишут, что я слишком какой-то был мягкий и нежный, вот сегодня всех посылаю. Вот от имени жителей Набережных Челнов, которые прислали мне эту замечательную новость. Идите в жопу, Мэрия. По словам знакомых, инспектор ДПС мог застрелиться из-за долгов. Очень интересная новость. Сейчас я вам, кстати, покажу фотографию. Тело 28-летнего полицейского нашли во дворе областного ГИБДД. То есть это к вопросу о том, что там кто-то зажрался, а кто-то не зажрался. Даже уже такие категории людей, как сотрудники ДПС, они, тем не менее, уже получают очень серьезные проблемы финансовые. Сейчас я вам покажу, как выглядел этот инспектор. Выглядел он вот так. Жизнь, ты прекрасна. Но вот, конечно, не хочется никак не шутить, не иронизировать на эту тему. Человек ушел из жизни. Я так понимаю, ушел добровольно. Ну, вот рассказывает, что он играл то ли в карты, то ли во что-то еще. Был заядлым игроком. И, в общем-то, застрелился из-за крупного денежного долга. Услышав хлопок, коллеги вышли на улицу, увидели тело и сразу вызвали скорую. Медики еще не успели приехать. Мужчина, в общем-то, получил травмы, несовместимые с жизнью. Михаил, Михаил звали инспектора. Вел активный образ жизни. Занимался скалолазанием, катался на сноуборде и путешествовал. Ну, что, игромания, это, конечно, очень серьезная проблема. Да, я вот примкнул к чату. Сейчас пишут, что я не отвечаю на чат. Давайте поотвечаю на чат. Вот, меня в жопу послали. Сейчас. Пойду. Погоди. Расскажи, почему не веришь в Марс. Я верю в Марс. Марс есть, все хорошо. Вы обещали про нормальную историю жизни. Блин, как-то давайте, если к моменту будете, я не знаю, у меня так вот в голову не приходит. Я что-то рассказываю, мне приходит какая-то, кстати, там были какие-то истории. Сейчас мы до них дойдем, вернемся к новостям, давайте. На чат я в конце обязательно поотвечаю. Автовладельцы в Северной Осетии заявили о проблемах с оформлением ОСАГО. ОСАГО, кстати, это очередная точка напряжения, которая у нас появляется в обществе. Мы в Саратове слышали, что здесь какие-то митинги были. Я, кстати, не понял, кто за что митинговал, но по поводу ОСАГО. У нас есть Николай Бондаренко, если помните, такого коммуниста. Да, кому-то не нравится. Но, кстати, очень приличный человек, один из немногих коммунистов, которых я уважаю. Вот я сказал, что у нас по четвергам будут прямые линии. Давайте пригласим Николая. Он, кстати, очень хороший оратор, очень здорово выступает. Ну, наверное, не знаю, не хуже точно. В общем-то, я с удовольствием ему предложу. Я думаю, что вот, может быть, даже в этот четверг, почему нет, не знаю, если будет возможность, то с Николаем пообщаемся и за ОСАГО, и за что-нибудь другое, я думаю, будет интересно. А вот согласно данным МВД и прокуратуры Татарстана и Башкортостана, средний размер взятки в Татарстане за 5 лет вырос в 2 раза, а средний в республике снизился во столько же. Парадоксальная новость. Ведь интересно, вот кто у нас в Татарстане так или иначе занимается антикоррупционными расследованиями. Объясните, в чем такой парадокс, да? То есть в одном, в городе там, да, в регионе снижается, а в одной точке региона увеличивается ровно в 2 раза. Это какая-то странная пропорция. С начала 16-го года в Татарстане выявили 454 факта взятничества, 46 из них в крупном размере. Но это говорит о чем? О том, что из этих 454 фактов 400 были какие-нибудь шоколадки врачам, там, я не знаю, коньяк учительницы и так далее. Я вот, если кто-то спрашивает, если кому-то интересно спрашивает про биографию, я никогда никому не дарил алкоголь вообще ни разу в жизни, и сам алкоголь не употребляю, и вот считаю абсолютно принципиальным моментом, причем даже когда люди меня просили там по тем или иным причинам, я им был что-то должен, и они говорили, ну, купишь мне алкоголь, я лучше дам денег и сходи купи, и это будет твой выбор. Никогда алкоголь я никому не дарил, и не буду дарить никогда. Да, и вот новость такая, которая у нас открывает целый цикл новостей. Хочется сказать, что с детьми очень большое количество происшествий случается, причем как насилие в отношении детей, так и насилие со стороны детей. Сейчас об этом мы подробнее поговорим. С улицы Волжской, сейчас расскажу, что с улицы Волжской чуть попозже. В Заинске молодая мать выбросила новорожденную дочку в выгребную яму. Новость опять-таки от нашей зрительницы, которая нам ее прислала. Большое спасибо. Женщина родила малышку на седьмом месте беременности, после чего выбросила ее в выгребную яму. Очень сложно комментировать, конечно, такие инциденты. Мамаши 19 лет, роженица госпитализирована, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти ребенка. Есть песня группы Грот, если кто-то знаком с таким коллективом вокально-инструментальным. Называется она «Смотри», такая жесткая песня, конечно. Не всем она понравится, может быть, даже никому, но там вот примерно о том же «Много мата». В смысле, в песне, и не у меня много мата. Да, это ужасно. Ну и опять-таки, про бэби-боксы что-то нужно говорить. Вячеслав Вячеславович сейчас сказал, ну я, наверное, давайте напомню, что если бы был бэби-бокс, то, наверное, она бы этого ребенка отдала кому-то. А вот за похищение маленького... Вот, кстати, аналогия. За похищение маленького ростовчанина и превращение его в маугли, волгоградских цыган простили. В Волгограде жуткая ситуация. 16 лет назад ребенка в 2000 году на центральном рынке в городе Шахты пропал 6-летний мальчик. Мама ребенка торговала на рынке, отвлеклась, мальчик отошел от нее и не вернулся. Через 16 лет этого ребенка нашли в таком полудиком состоянии. Оказалось, что он, в общем-то, занимался попрошайничеством. Украли его цыгане. А нашли его тем самым, что сотрудники полиции по Волгоградской области обнаружили в припаркованном автомобиле газель спящего ребенка. Ну, подростка уже на данный момент. То есть, 16 лет человек, в общем-то, не получал ни образования, ни воспитания, ничего. Очень серьезная, в общем-то, да, ситуация. Сейчас этому человеку 22 года. Я имею в виду, что 16 лет он был от, скажем так, общества изолирован. Да, и, в общем-то, простили. Почему этих цыган? Ну, потому что у них истекли сроки давности. И это парадоксальная ситуация. Вот по 282-й статье, за какой-нибудь комментарий или, там, я не знаю, картинку, какую-нибудь, я не знаю, карикатуру вы разместите, сроки давности отменили. Нет сроков давности. То есть, это преступление, особо тяжкое, не имеющее сроков давности. То есть, если вы где-то разместили какую-то картинку, вы вечно, там, через 50 лет вас могут привлечь к этой уголовной ответственности. А если вы украли ребенка, и 16 лет его, по сути, использовали как раба, да, то есть, занимались рабством, то это никому не интересно. И вот у меня вопрос такой же к сотрудникам, там, всевозможных общественных палат, всевозможных, там, этих, уполномоченных, упалномоченных по правам человека. Куда вы смотрите в том плане, что, вот, по Саратову. Неужели никто не знает, где есть цыгане с детьми? Ну, давайте я сейчас вот камеру сниму, и мы с вами пойдем на вокзал. Я там не найду ни одного цыганка, ни одну с ребенком. Найду. И найду десяток. Почему никто не занимается этим вопросом? Ну, у нас есть какие-то там плохие, хорошие детские дома. Но неужели вот этим детям с цыганами будет лучше, чем в детском доме, даже там в хорошем или плохом? Ну, я думаю, что не лучше. Конечно, очень серьезные вопросы, нужно им заниматься. И у нас, кстати, есть рычаги, вот, давление на, даже на эту власть, чтобы этим вопросом заниматься. Вот я сейчас сам говорю, и мне хочется этим вопросом заняться, какой-то профилактический рейд провести и полицейских пнуть. И полицейских пнуть, и реально людям помочь, потому что это, по сути, мы детей спасем. Да, вот, Сергей, прошу обратиться ко всем зрителям с просьбой подписать петицию в поддержку освободить Эльдара Дадаева. Да, сегодня мы знаем эту историю. 21 час будем о ней говорить, которого избивают в колонии. Начальник пообещал его убить. Не знаю, не слышал про петицию. Скептически отношусь вообще к петициям тем или иным, но это имеет смысл в плане... А не платят властям. Это про цыган, да, согласен. Петиции в плане информационного повода, да, то есть если вы создаете петицию, которая там, я не знаю, миллион подписей собирает, это очень большой общественный резонанс. Но петиции, как вообще форма, что вы там соберете 100 тысяч, и это что-то решит, конечно, нет. Дадина, да, я и сказал Дадина. Я что-то неправильно произнес. Пардон. Тут хвалят меня, спасибо. Спасибо, что хвалите. В Кирове на детской площадке ребенку оторвало палец. Но это давняя история, 9 мая. Вот такая, да, в День Победы 2016 года на детской площадке 200 тысяч рублей. Управляющая компания выплатит родителям девочки за это. Но 200 тысяч рублей за оторванный палец ребенка. Я не знаю, насколько это, особенно в нынешних условиях. Да, я, видимо, оговорился. Дадина, я вроде и сказал Дадина. Я оговорился, пардон. Не, я знаю, как его фамилия. Я знаю этого человека не лично, но в смысле я понимаю, о ком речь-то идет. В Кирове на детской... Да, да, да. Про детскую площадку. То есть 200 тысяч заплатят семье. Не знаю, насколько это адекватная сумма, решать вам. Но в очередной раз, то есть мы говорим о том, что все вот эти детские какие-то комплексы, да, игровые площадки, они совершенно не соответствуют никаким нормам. И, в общем-то, люди получают огромное количество травм, дети. Это очень серьезная проблема. Никто этим заниматься не хочет. То есть либо детских площадок нет, либо это детские площадки, которые были поставлены там в 70-х годах 20-го века, в лучшем случае, да. Ну вот, и они до сих пор там их время от времени подкрашивают. Но я думаю, что это как бы не очень хорошо. Мягко говоря. Привет с Нижегородской области. Привет с Нижегородской области. Мимо вас проезжали. Вот к вам не заехали, мимо вас проезжали летом. Так, Вольский несовершеннолетний. Да, вот следующий такой блок новостей. Вот мы говорим с вами о тех или иных волнах. Да, вот я вчера рассказывал о автобусах. Вот сейчас автобусы, кстати, продолжают биться, но, к счастью, в меньшем количестве. Хотя тоже чрезмерно большом. А вот сейчас пошла волна. Я уж не знаю, с чем это связано. Вот мы с Вячеславом Сталовичем только что общались. Он говорит, что если бы кто-то из криминологов занимался бы вот этой мониторингом информационного мира, и почему вот так вот происходит, что вчера не было ни одной новости с ДТП автобусами, а сегодня 20 новостей. По всей стране начинают резко в один день биться новости. Ну, биться автобусы. Пардон, уже я закипаю. Биться автобусы. Ну, наверное, как-то нужно проверять это, да, выяснять. И можно же предотвращать большое количество ДТП. И не только ДТП, вообще происшествий. Вот сейчас мы видим, что пошла новая волна какого-то совершенно невероятного насилия со стороны детей. То есть дети, подростки, молодые люди, несовершеннолетние. Сергей, а ты проведешь со Скальдом эфир? Я, кстати, не против. Если кто-то думает, что у меня какие-то там... Не, я не против. Я не знаю, как Вячеславович к этому отнесется. Может быть, на каком-то другом канале. На его канале. Давайте. Я не думаю, что это кому-то интересно будет. В том плане, что я не особо публичная медийная личность. Но если кому-то это интересно, я с удовольствием с ним пообщаюсь. Посмеюсь над его разоблачениями. Именно так я буду себя вести, потому что это, конечно, смешно. Да, про детей. Прошу прощения, прерываюсь, перескакиваю. Вольский несовершеннолетний рецидивист с приятелями ограбил 12-летнего школьника. Но это классическая история. В общем-то, казалось бы, ничего удивительного. И я бы даже никогда в жизни про нее бы и не сказал. То есть, молодые люди, в общем-то, 12-летний ребенок, 17-летние парни подошли, позвонить спросили и с телефоном, в общем-то, убежали. Ну, хорошо, еще в дыню не дали. В общем-то, бывают и такие случаи. И мы о них, в общем-то, все знаем. Я бы не сказал бы никогда в жизни, если бы вот в Новосибирске двое подростков напали на семью с битой и топором. Абсолютно жуткая ситуация. 16-летний студент местного колледжа. Я не знаю, какой 16-летний студент. 16 лет, по-моему, в школе учится или я что-то не понимаю. 16-летний студент, в общем-то, напал на 80-летнюю пенсионерку, нанеся ей множественные удары деревянной битой и ножом по телу. В том числе, там было два человека. То есть, я так понимаю, молодой человек, вот парень как раз, да, и девушка. Ей тоже 16 лет. И я так понимаю, она тоже студентка. Не знаю, чего уж студентка-девушка. Вот я вам сейчас покажу видео. Хвала богам. Вот человек, который выложил это видео без авторского права, вот просто отдельно тебе, отдельная благодарность. Потому что я могу вам показать это видео и сейчас я вам его покажу. К счастью, у нас не забанят. Видите, как хорошо. Люди, которые выкладывают видео без авторских прав, вам вот отдельное место в раю обеспечено. Наверное, не знаю. Я это не решаю, но я думаю, что это плюсик вам большой в карму. Сейчас покажу вам видео и сами можете, в общем-то, оценить, что произошло. Только напишите, пожалуйста, слышно ли звук. Это очень важно. Мама, ты девчонка. Мама, ты девчонка. Стоять! 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 Тишите! 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 Вы мило молоде! Вы мило молоде! Я ничего не делала! Пожалуйста, отпустите меня! Пожалуйста! Я, я, я... Все, тихо, здесь... Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, отпустите меня! Прошу вас! Пожалуйста! Я ничего не брала! Я правду говорю! Я ничего не брала! Здесь все мои вещи! Что же бабушка сделали, суки? Он все делал! Он все делал! Мне он сказал, чтобы я с пацаном была! Бабушка, живая? Да! Я не знаю, этого я не видела! Пожалуйста, отпустите меня! Пожалуйста! Пожалуйста! Прошу вас! Я ничего не сделала! Здесь все мои вещи! Я вас прошу! Отпустите меня! Пожалуйста! Да, я надеюсь, что звук был! Ну, по крайней мере, в чате слышу! Спасибо! Хорошо! Жуткая история! То есть, вот... Возникает вопрос! Я поясняю для тех, кто не понял! Возникает вопрос! Сколько нужно время на то, чтобы два, пускай даже подростка, убили бабушку ножом? Ну, я думаю, что это несколько секунд! Ну, в лучшем случае, пару минут! Сколько нужно, чтобы приехала полиция? Ну, в лучшем случае, пять минут! Это в самом лучшем случае! Естественно, как правило, это происходит намного позже! Вот я в своей жизни вызывал полицию три раза! Один раз она приехала через пять с половиной часов! Второй раз она приехала через три часа сорок пять минут! А третий раз она вообще не приехала! Она мне... Мне позвонили из дежурной части и спросили, вы там еще живой? Я говорю, ну, вообще, да! Вот! Да, все, конечно, шокированы этим видео! Я согласен с вами! Я тоже очень удивлен! Хотя... Хотя, к сожалению, это наши уже реалии! Это я к тому, что... Кто предотвратил правонарушение? Почему я про полицейских? Правонарушение? Преступление! Кто предотвратил преступление? Мужчина с ружьем! Мужчина, у которого было ружье у себя дома! Он вышел с ружьем, потому что услышал крики и не дал эту бабушку убить! Ну, а теперь, внимание, вопрос! Если бы там, я не знаю, хотя бы у трех или у четырех человек в этом подъезде, у мужчин там, взрослых, нормальных, адекватных, было бы оружие, ну, наверное, как-то иначе бы происходила вообще ситуация! И конкретно данной ситуации вообще в нашей стране бы, наверное, по-другому себя вели подобные граждане! Да, и вот если кто-то спрашивает, почему, какие мотивы, мотивы совершенно жуткие! Эту бабушку заказали! Это не шутка! То есть, ее заказал ее, значит, 13-летний, я так понимаю, внук, ну, или какой-то родственник, который жил с ней в одной квартире! Это предварительные данные! И который, в общем-то, захотел пожить один, как он пояснил! Ну, я думаю, что психическому здоровью всей этой компании, всех трех человек дадут оценку! Состояние бабушки я пока не знаю, вызвали скорую помощь, она в больнице, насколько я понимаю, надеюсь, что все будет хорошо! И Владимирская прокуратура нашла нарушение в психдиспансере пациентов, которого избивали подростки! Опять подростки опять избивают! То есть, совершенно неоправданное насилие, непонятно, с чего вдруг это происходило, но опять, видимо, насилие со стороны подростков! Новость, которая взбудоражила, опять спасибо нашим соратникам из Самарской области, которые ее прислали! Новость, которая взбудоражила Тольятти и всю Россию! Школьники из любопытства затушили вечные огни! Теперь этих школьников там на дыбу хотят поднять, и их уже там предлагают и из школы исключить, и в спецприемник поместить! Про вечные огни мы говорили, что продолжится, да, продолжится! Абсолютно верно! Никому неизвестный Вячеслав Мальцев у нас за кадром! Привет, я пришел! Да, вот, всем привет передает! Да, то есть, продолжается эта волна! И вот, мне интересно, я понимаю, люди, которые, например, мочатся на вечный огонь, да, то есть, справляют нужду! Я понимаю, люди, которые там, я не знаю, прикуривают от вечного огня! Люди, которые жарят шашлыки на вечном огне! Ну, какую-то вот циничность, да, цинизм в этом можно найти! Тут 13, 14, 15 лет! Три человека, три ребенка, да, ну, там, один подросток 15 лет, остальные, наверное, все-таки детьми еще можно называть! Из любопытства кидали в вечный огонь снежки, чтобы проверить, погаснет он или нет! И сейчас вся Самарская область их хочет, там, чуть ли не к пожизненному приговору! Я в детстве только этим занимался! То есть, вас тоже надо к пожизненному! А вот в снежки, а там все было такое разогретое, что все плавилось! Таяло, да! Ну, занятие даже, не ты, не проходил никакой раз! Я не отдернулся даже, ну, в принципе, да! Я один-единственный раз, вот такое раскаяние мое, я один-единственный раз плевался семечками в этот вечный огонь! Это, нет, серьезно, это неправильно, это кощунственно, я прошу прощения, там, у вечного огня! Да, да, это действительно неправильно, серьезно! Вот сейчас, с прошествием лет, я это понимаю, что вот семечки кидать, это, наверное, неправильно! Ну, опять же, что со мной надо было сделать? Там мне было, грубо говоря, там, я не знаю, 16 лет, мне что нужно посадить за это? Это, что я плевал семечки в вечный огонь, но, наверное, не надо меня за это сажать! В Кузбассе подросток погиб во время селфи на крыше долгостроя, опять подросток, 12-летний житель! Долгострой – вечная проблема у нас и в Саратове, вот здесь вот буквально, если мы сейчас 15 минут, дальше какие-то 15-5 минут дойдем до улицы Максима Горького, то здесь есть долгострой, в котором уже там, наверное, десяток человек погибли, и в том числе дети! Но детей тянет, в общем-то, к заброшенным объектам, к заброшенным зданиям! Здесь вот недостроенный корпус больницы на бульваре медиков, кстати! Ну, в этом есть что-то такое сакральное, да, то есть пережитки прошлого, в общем-то, влияют даже на наше настоящее и на наше будущее в лице детей! Вот подросток из Консомольска убил Артема Шустава, я так понимаю, это какой-то его знакомый, вступившись за честь девушки! Но вот я не знаю, насколько тут правдива эта история, вот у меня есть другая история, просят романтические истории рассказывать, у меня есть другая история, история моего товарища, который очень хотел произвести впечатление на девушку, которая ему, в общем-то, постоянно отказывала, товарищ, ему там на тот момент было порядка двадцати лет, и он подстроил, ну, это классическая история анекдотичная, подстроил нападение на эту девушку, вот! Значит, договорился с двумя своими собутыльниками, которые должны были на эту девушку как-то напасть, а он, как герой-любовник, выскочит из темного угла, их всех побьет и убежит. Но вот тут встал вопрос. Вопрос заключался в том, что если он их побьет, то это будет выглядеть неправдоподобно, потому что если их лупасить по-серьезному, то это никто не хочет, в общем-то. А если как-то инсценировку делать, то это будет видно, что, ну, как в этих, в индийских фильмах, там, да, там мимо щеки рука летит, ну, вот. И он решил, ничего более гениального в голову ему не пришло, чем забрать у отца пистолет-оса травматический, и он решил, что он выскочит с этим пистолетом, направит, как Арнольд Шварценеггер на этих хулиганов этот пистолет, закричит, хулиганы, и они убегут, и он герой. Вот, в итоге он перед этим для храбрости, видимо, или для меткости накатил очень серьезно, и уже в таком еле стоящем на ногах состоянии выскочил, шмальнул одному из этих товарищей в грудак, в результате чего сломал ему там два, по-моему, ребра, я могу ошибаться, а второй товарищ с криками Санек, мы так не договаривались, убежал. Вот, в итоге все это, конечно, закончилось, могло бы закончиться очень серьезно и очень плачевно, но вот эта девушка, которая была свидетелем этого, сейчас является его женой, у них второй ребенок скоро появится, и я не знаю, смотрит ли он нас, наверное, вряд ли, но если смотрит, то большой привет. Это не повод стрелять своих друзей с травматических пистолетов, я к этому не призываю, но я к тому, что вот здесь рассказывают там про честь девушки, я там не был, я не знаю, но я к тому, что вот по-разному можно одни и те же действия как-то описать. Да, вот за 9 месяцев в авариях в Саратове пострадали 90 детей, не верю. Не верю никогда в жизни. Думаю, что намного больше. Почему? Потому что в Липецкой области за 9 месяцев 174 пострадавших. Ну, я предполагаю, наверное, что мы не сильно лучше Липецкой области, почему там больше, чем в два с половиной раза. То есть мы больше гораздо. Да, мы больше гораздо, да, о том и речь. То есть и дорожно-транспортная сеть, мы все прекрасно знаем, в каком состоянии в Саратове, поэтому, в общем-то, да, вот пишет «Первый вечный огонь Мальцев потушил в 16 лет». Это как, да, по аналогии с Кадыровым. Да, вот а журналистам хотят запретить рассказывать о детях, пострадавших от насилия. Ну, правильно, это такая советская классическая система. Если мы об этом говорим, не говорим, значит, это не происходит. Но нам вот никто не запретит говорить о детях, пострадавших от насилия, не потому что мы любим разговаривать о насилии, там, или как-то унижать детей, а потому что, если об этом не говорить, это не значит, что этого не происходит. Московское метро впервые обработает круглосуточный режим работы. Опробует, прошу прощения, круглосуточный режим работы. С одной стороны, идея очень хорошая. И вот мы знаем, что в Саратове большая проблема с вечерним транспортом. В 10 часов вечера уже из центра практически никуда не уедешь. Вот кто из Москвы смотрит, наверное, в ужасе, как так, в 10 часов. А вот тем не менее, ни на чем, кроме такси. Я уж молчу про, там, выходные дни, воскресенье. Вообще можно никуда ни на чем не уехать. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, мы знаем, в каком у нас режиме, в каком состоянии находится московский митрополитен. Мы об этом неоднократно говорили. И даже тот минимум ремонтных работ и осмотра путей, которые происходят ночью, сейчас его хотят сократить, там, как-то перенести на другое время, как-то изменить, исправить. Ну, во что это все перерастет, можно только догадываться. Я надеюсь, что ни во что серьезное. Но, тем не менее, будем следить за этой ситуацией. Надеюсь, что все закончится неплачевно. Вот спрашивают, что, как у нас дела с Евгением Ширманом? Держали связь. Хотел я его выпустить по скайпу в прямой эфир, но по техническим причинам. Он ехал из Ершова, у него сегодня было судебное заседание. Он приезжает уже, когда у нас эфир заканчивается. Вот сейчас он, наверное, только в город приехал, поэтому мы не смогли связаться в прямом эфире. Он нам прислал запись своего комментария о том, что произошло на судебном заседании. Но вот тут у нас этот водный символ влез. Я причем заметил только уже в конце, поэтому на картинку не обращайте внимания, пожалуйста. Я думаю, что там картинка не важна, звук важен, поэтому запускаю. Надеюсь, вы все услышите. Держись. Раз, два, пишешь, что звука нет Очень плохо, но прошу прощения Как-то у нас так У них закончилось судебное заседание в 3 часа дня Даже там не в 3, а в 4, я так понимаю Из Ершова ехать как минимум 2 часа И поэтому, да, я вижу звука нет Прошу прощения Поэтому у нас такая накладка Ничего абсолютно страшного Я думаю, с Шермановым мы выйдем либо по скайпу Либо как-то запишу с ним его комментарии Вкратце объясню, что произошло Приехали наконец-то свидетели обвинения, так называемого, в суд В общем-то, самое забавное, что я не в курсе подробностей дела Но его обвиняют в том, что его отчислили из медучреждения Если кто не знает, в котором он учился, в медуниверситет Вот, и он там получал какую-то компенсацию И это мошенничество То есть он должен был эту компенсацию не получать Но я не буду даже подробно останавливаться на этом Мы говорили с Евгением об этом Найдите эфир, если кому-то интересно На его канале, кстати, подробно об этом рассказывается Мне интересно только одно Я из средств массовой информации почитал трансляцию этого судебного заседания И знаете, что я выяснил? Я выяснил, что туда пригласили декана его факультета И декану задали вопрос А он отчислен из вашего учебного заведения? Он говорит, я не знаю Но он будет отчислен То есть я вообще не понял На него возбудили дело за то, что он Мошенничество Его отчислили, но он получал какие-то там выплаты И в этом мошенничество Но при этом декан не знает, отчислили его или нет Ну все, тогда расходимся О чем вообще идет речь? Или я что-то не понял? Тогда давайте как-то мы этот вопрос выясним С Евгением свяжемся И, в общем-то, я надеюсь, что он прояснит ситуацию Дело перенесли Последнее заседание будет, по-моему, 11 ноября Тоже я выясню тогда и скажу Какие там будут новости Так, ну 18.53 у нас как раз минут 10 Давайте поотвечаем на чат А то говорят, что вот я на чат не отвечаю Задавайте свои вопросы Напоминаю, да, вот сейчас я повешу мою любимую картинку Вот так она выглядит Напоминаю, что никто не отменял плохие новости 21.00 с Вячеславом Мальцем Вот Вячеслав Ачташ готовится Не ждет, а готовится Все в порядке Мы тоже не ждем, а готовимся И отвечаем на ваши вопросы Задавайте их Что у Демушкина Вот я, кстати, не знаю, что у Демушкина Я думаю, в 9 вечера мы скажем об этом обязательно Да, вот теперь люди решили, что Если вы здесь, Вячеслав Ачташ, что через мою программу Они будут задавать вопросы вам Ну давайте все-таки Давайте все-таки Какие-нибудь вопросы позадаете мне Я понимаю, что я менее популярен Может быть вообще не популярен Но тем не менее Спрашивают, повторяем ли мы новости Некоторые новости повторяем Какие-то, вот буквально одну-две новости из моих Которые сегодня я перечислил Может быть мы в 9 часов вечера скажем Но, конечно, это не копипаст То есть мы не проговариваем одни и те же новости Это было бы, по меньшей мере, странно Просит поздравить вегетарианцев с Днем Вегетарианства Я не вегетарианец Ешьте мясо с Днем Вегетарианства Вот так я поздравливался Не, я ничего против вегетарианцев не имею В глобальном смысле Но подшучиваю периодически Как вы познакомились с Вячеславом? Да сложно в Саратове жить И не быть знакомым с Мальцем Так или иначе Опусти немного камеру Да, я заметил тоже Ну там у нас Ну вот так будет нормально Вертолет в Сочи упал, знаем Скажем об этом в 9 Сережа, расскажите о двойниках Путина Которой правит Россией Не видел двойников Путина Когда увижу, расскажу Сергей, нам нужна помощь в рекламе русского марша в Омске Сможете помочь? Очень хорошо Если у вас там уже согласовано мероприятие Так или иначе Вообще напишите, что у вас в Омске Согласовано оно или нет Я дам информацию без проблем Если оно согласовано Если вы там собираетесь покрышки жечь Мы об этом скажем потом То еще рано То еще рано, да Все верно Пока рано Пока рано Есть предложение Разбивать программу по отдельным блогам Каждый для региона Так будет правильно Для распространения и привлечения регионов К просмотру Да и по темам вообще Я думаю, сейчас мы Вот так или иначе Сейчас несколько дней Мы давайте войдем в этот поток Да, вот вчера Такой скомканный эфир был Сегодня мне кажется лучше Напишите, как вам сегодня эфир Кстати, похвалите меня Или наоборот Покритикуйте Вот Нормально Сейчас мы выстроим свой график Я уже про четверг сказал Что по четвергам у нас будут Включения с Какими-то Зрителями С нашими гостями В том числе Может быть и с вами Поэтому Не может быть А с вами в первую очередь Поэтому Давайте связываться И выяснять у кого Какие темы для обсуждения Вот пишут Хочу на умский марш Ну вот давайте выясним Будет ли он И Без проблем Отвечай на вопросы Задавайте вопросы В богу веришь Верю И даже не в одного А у нас Вот Интересно У нас уже Собирают подписи За то Чтобы дать Улицы Имя Моторолы Он тут родился Я кстати Не знаю Где родился Моторола Но Напишите О каком городе Идет речь Это кстати Вот опять таки Вот этой информации Мы нигде не нашли То есть у вас есть Так или иначе Уникальная информация Из вашего региона Присылайте нам ее Присылайте Кто это собирает Где И мы будем С удовольствием Это озвучивать Может быть без удовольствия В данном случае Но тем не менее Улица Моторола Да Моторолерная Улица Моторолерная Кстати Неплохо звучит Че по Волжской улице Каюсь Грешин Вот у нас камера Вот лежит Мы на нее Вчера засняли Там очень хороший Очень хороший материал Мне очень нравится Завтра я его покажу Там По техническим причинам Не смог его сегодня Смонтировать Но вы сами видели Почему Вот Шермановым По этой же причине Видео не пошло Он с Ростова пишет Ну Неудивительно То есть В Ростове хотят Сделать улицу Моторола Классно Когда в Петербурге Будете Не знаю Улица Лифтовая Как насчет Тура по рекам России Если с самолетом Туго То есть Вы думаете Найти ледоков Проще Чем самолет Нет Ну Конечно Это Самолет Мы еще не отказались От этой идеи Все нормально Что-то Вот какой-то Интересный Был вопрос Партия 5-11-17 Это не наша Идея Это идея наших соратников Они пишут Кстати программу У них какие-то действия Есть Мы ничего против Не имеем Если вы думаете Что мы там Как-то боремся За какие-то Авторские права Что 5-11-17 Это наша идея Никому ее нельзя Пользовать Нет Это не так Вот Но просто Чтобы вы понимали Партия 5-11-17 Это не мы Мы к ней Имеем отношение Непосредственное То есть Мы не имеем Ни администраторских прав Ни контактов Непосредственных Ладно Задали вопрос Это 10 раз Давайте отвечу Православный Лея Или родновер Мне не нравится Слово родновер Мне вполне устраивает Слово язычник Я язычник Не то что Оно мне не нравится Но как-то Я считаю Его неточным Когда ты Последний раз Курил спайс Про спайс Вот ладно Вы мне про романтические истории Просите рассказывать Вот романтическая история В 2013 Не я не курил Никогда спайс А то это сейчас Это как-то странно Подводка такая была К истории В 2013 году У нас были акции С нашим общественным движением Вот спрашивают Чем она занимается Я рассказываю Мы закрашивали рекламу спайсов Не в 2013 году Пардон В 2014 это наверное было Вот уже запутался Мы закрашивали рекламу спайсов Которые тогда было Огромное количество В Саратове Никто этим не занимался Никакие коммунальные Городские службы Мы за свои деньги Ряд волонтеров Разных общественных организаций Мы были инициаторами Закрашивали И меня задержали за это Задержали И составили на меня Административный протокол За мелкое хулиганство И может быть даже Я бы и не стал Об этом рассказывать Если бы не одно Но если бы не Один прекрасный сотрудник полиции В 6 отделении полиции Саратовского Мне не сказал что Ну мы конечно все понимаем Но и ты пойми Ты мешаешь серьезным людям Это вот дословная фраза Я о ней говорил На телевидении Я тогда кстати Достаточно большой Ажиотаж этому был И в общем то В итоге Этот административный протокол Даже не дошел до суда Его никто не рассматривал Его просто отменили Насколько я знаю Тот полицейский был А да там интересная история Вот расскажу Интересная история Заключается в том Что потом мне на ушко Шепнул там один человек Причем я его не просил об этом И мы никакими дружескими отношениями Не обладали Человек из полиции Шепнул мне на ушко Что этого полицейского Уволили Но я не удивился Потому что он не обладал Особым интеллектом Мягко говоря Вот Его вроде как уволили А потом через Наверное недели Две или три Я его увидел В автобусе И вот казалось бы Ну ты уже прославился На всю страну Ну тебе там какие-то Геморрои за меня И он ко мне подошел Чтобы меня обыскать В автобусе Что ему не спалось Спокойно Я не знаю Он меня обыскал Нашел у меня нож Его это очень сильно Удивило Испугало И когда он меня обыскивал Он мне показал Ксиву В общем-то Действующего сотрудника полиции То есть его никто не уволил То есть нафига Он сам спалился Я бы на его месте Наверное в самый дальний угол От меня отошел Не потому что я такой страшный А потому что Ну уже куча геморроя Зачем вообще Соприкасаться с этим Ну в общем тоже Романтические истории Со спайсами бывают Спайсы курят Только серьезные люди А ты им мешал Пишут Ну вот наверное Наверное так и есть Давайте проводить Социальные опросы По примеру Камикадзе И убедимся в том Что у Путина Огромная поддержка Мы в этом не убедимся Я вас уверяю Это во-первых А во-вторых Социальные опросы Мы кстати об этом Думали, говорили Может быть Что вопросы, Игнорич? Я на ваши вопросы отвечаю Задавайте вопросы Вы все обычные шоумены Ой, я шоумен Классно Вы никак не повлияете Ни на что А пишет Это грибочек великий Ну великий грибочек Повлияет Почему периферийное зрение? Ну во-первых Есть такая фраза На периферии То есть где-то на фронте Где-то на окраинах Новости У нас как раз региональные То есть с периферии Можно так сказать Ну и плюс периферийное зрение Это расширенный угол обзора То есть по-моему у лошади Там какой-то очень большой Я могу ошибаться У лошади по-моему очень большой Угол обзора Вот как раз периферийное зрение То есть у нас есть Определенный взгляд на новости А периферийное зрение Это мы расширяем наш взгляд Подключаем регионы Говорим о том О чем раньше не говорили Поэтому есть логическая составляющая В этом названии вот что-то тут про деньги мне пишут вот знаете вот в чем угодно меня можно упрекать может быть я там не знаю какой-то раздолбай последний может быть я читать не умею может быть я запинаюсь заикаюсь я не знаю чего может меня уши большие можно нос кривой но вот за деньги никогда в жизни не я работал полгода 5 дней в неделю но там иногда на выходных еще был занят с 9 часов утра до 6 часов вечера за 3000 российских рублей это было ну вот там грубо говоря год назад да ну там чуть чуть побольше года назад за 3000 российских рублей в месяц в месяц и плюс я там эти три тысячи еще как-то ухищряться надо было их находить наш мне было не все равно на то чем я занимаюсь и тот проект которым работал в общем то он был мне не безразличный работал там не за деньги и вот концы с концами сводил и поэтому если кто-то думает что я тут какие-то миллионы получаю очень далеки от истины поверьте мне очень далеки серега децела слушать до сих пор ни разу жизни не слушал децела наверно только там когда в детстве на мтв вряд ли даже даже вряд ли не знаю про какую марину идет речь на что же икру покупаешь я не ем икру мне подарили при мне да мне привезли икру да мне привезли икру финскую из-за питера причем человек просил передать ее через дмитрия игнатьева и сказал что я люблю икру я не знаю кто мне ее передал я никогда в жизни не ел икру дождь его про икру я сейчас расскажу то вот вы говорите я история вам не рассказываю рассказываю историю про икру мы приехали как-то я еще подростком даже наверно не подростком в общем лет наверное сейчас я скажу сколько это было назад но почти почти 10 лет назад то есть там я не знаю лет 12 13 не было мы приехали в казань на уникальную квартиру которую сняли ну смысле там я с группой людей было мы приехали сняли там организованно приехали до сняли там квартиру очень большую квартиру никогда в жизни таких квартир не видел у нас было очень много народу и вот мы я зашел в свою комнату а там было два шкафа и вот первый шкаф я открыл и большой шкаф ну где-то я не знаю сколько там два метра может быть может даже больше чем два метра он весь вот самый самого низа и до самого верха вот абсолютно плотно был заставлен пачками из презервативов смысле новыми запакованными я не знаю сколько их там было но я думаю там тысячами их можно было исчислять мы очень долго над этим смеялись пока я не открыл второй шкаф и не увидел ровно также уставленные банки с икрой то есть их там ну конечно может быть не тысячи было потому что они сами по себе по объему больше вот но их тоже было очень много и вот эту икру и и растащили там кому не лень и и жрали я не знаю неделями то есть люди там уже болевали я прошу прощения этой икрой и все еще и я не ел ни одной ложки потому что мне с детства не нравится икра я не 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 понимаю в чем в чем ее вкус как почему людям она нравится ну и блин я окунев как я могу и крут есть в конце концов давайте какой последний вопрос и на сегодня заканчиваем уберите нафиг эту полосу ну хорошо убрал убрал тут подъехали барцы с евреями давайте поговорим про евреев если кто-то предлагает наказывать евреев за то что они евреи и только и только за это я против естественно несмотря мою прическу которую некоторые сравнивают с гитлером я против если кто-то хочет наказывать людей за то что они воровали убивали врали или что-то еще и эти люди являются евреями то их наверное нужно наказывать за то что они воровали убивали и врали а не за то что они евреи и как бы в общем то по моему это очень простая логика отвечать заставим пишут заставим для отвечать отвечать заставим тех кому есть за что отвечать ну ладно чё-то я не хочу на евреях заканчивать давайте еще один вопрос хороший эфир спасибо мне тоже честно говоря понравилось намного больше чем вчерашний так он поживее поживее я даже знаю почему вот у меня совершенно четкий ответ есть на этот вопрос пишет что икру нужно было разложить по презервативам и швыряться в прохожих мысли сходятся евреи такая почти как инопланетяне классно да то есть все все о них знают но никто их не видел да это как круто очень классно в саратове снег в саратове погода саратовская то есть я бы не сказал что очень холодно снег какой-то такой слабенький был но на кумысной поляне снег лежит просили вот прогноз погоды в плохих новостях на подготовке точнее вот как коротенький вам прогноз погоды какую музыку любишь вот на этом давайте закончим люблю музыку абсолютно всякую раньше любил русский рок не знаю ничего из иностранного рока но там наверно за исключением рамштайна очень любил русский рок и очень скептически относился к рэпу в любом его проявлении так не то что скептически был таким рэп ненавистником сейчас парадокс заключается в том что я практически слушаю только рэп 2517 не знаю можно ли их называть рэп-группы но отчасти хотя я не являюсь православным человеком но тем не менее вот 2517 конечно очень сильный наверное одна сильных самых сильных коллективов вообще в россии сейчас которые делают свой продукт и грот в общем-то кто в теме вот знают да что у меня в общем уже поняли что я люблю грот по некоторым косвенным признакам на этой позитивной ноте на музыкальной паузе вот просит фильм посоветовать посоветовать фильм кто смотрел я всегда всем советую юрия быкова кто смотрел юрия быкова фильм дурак посмотрите обязательно кто видел фильм дурак посмотрите фильм майор кто видел и фильм майор посмотрите фильм жить это три таких ключевых фильмов которые я думаю всем нужно увидеть своей жизни именно юрия быкова и нам вот особенно нам да он будет очень полезен очень полезны эти фильмы а если кому-то что-то такое более простое и интересное но посмотреть великого гэтсби декабрио там играет хороший фильм недавно книгу прочитал фильм мне понравился больше оксимирона не слушаю ни одной песни не знал не ничего против не имею но не слушаем на этой позитивной ноте со всеми прощаюсь до 21 часа дурака уже смотрели очень хорошо продолжайте изучать фильмографию и быкова продолжайте смотреть наш канал подписываться ставить лайки безусловно вчера кстати очень вы меня порадовали по лайкам в реально без шуток порадовали кто еще не поставил лайк обязательно поставьте в общем то что всем любви здоровья счастья до 21 00 всем спасибо так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...